Продолжение следует... Единственный человек, который знал королеву Клинков и до сих пор жив. Вам известна её тактика и стратегия, и я знаю, что вы рискнёте всем, что у вас есть. Лишь бы вернуть прежнюю Керриган. Сэр, вы серьёзно решили заключить сделку с Валерианом? А мне по нраву эта затея, Джимми. Керриган превратится в человека, получит пулю промеж глаз. Ты, наконец, избавишься от своего прошлого, а заодно и целое состояние получишь. Давай не будем забегать вперёд, Тайкус. Атака на чар — это самоубийство! Вы готовы всех нас в расход пустить, лишь бы спасти свою подружку? Здесь нет места личным интересам, Мэтт. Дело не во мне. Это единственный стоящий шанс, который у нас есть. Я не собираюсь его упускать. Ну так как поступим, Джимми? Вернём Керриган или всё-таки закопаем? Это уж мне решать. У вас обоих достаточно работы. Займитесь ей! Слышал, ты завёл себе новых друзей. Этот Валериан не так прост, как кажется. Ему пришлось в одиночку спасать свою шкуру, пока папочка завоёвывал сектор. Любопытно. И либо они достигли желаемого, либо оставили поиски. Возможные истинные причины мы не узнаем никогда. На этом наш выпуск подошёл к концу. Джим, я слышала, что теперь мы работаем на Доминион. Это правда? У нас есть шанс выступить против Керриган. И может быть, может быть, всё исправить. Даже если бы сам дьявол предложил мне эту сделку, я бы принял её. Это меня и беспокоит. Главное, не забывайте о том, кто вы. Многие рассчитывают на вас. И я тоже. Валериан считает, что эта штука способна вытравить вирус зергов из Керриган. Как думаете, это возможно? Не вижу доказательств противного. Артефакт поглощает протовскую энергию. Если то же самое верно для энергии зергов... Да или нет, Ариэль? Мне нужен ответ. Если бы я сказала нет, вы бы поверили? Единственный, кому известны все свойства артефакта, это его создатель. А он уже давно мёртв. Надеюсь. Ну, думаю, уже несложно было догадаться, что мне понравилась компания доктора. Ну, так или иначе, мы приближаемся к моменту, когда нам придётся попрощаться. В чём проблема, Сван? Он ещё спрашивает. Ты связался с нашими заклятыми врагами. Каждый из моих парней потерял своих родных или друзей на войне с Менгском. Мы сидим на бочке с порохом. Что тут непонятного? Это не обсуждается, Сван. Я должен сделать это. Да, много недовольна. Банши. Вот на самом деле, как юнит, мне понравилось Банши. Но я не могу припомнить, чтобы я их где-то кроме той самой миссии применял. Хотя, конечно, про запас можно. А, забыл про честь. Светопоглощающее покрытие. Маскировка Банши держится вдвое дольше. Компания, да всё та же, представляет новую обшивку со светопоглощающим покрытием для корпуса Банши. Кораблю с таким покрытием требуется вдвое меньше энергии на формирование и поддержание маскирующего поля. И ракетная батарея Шквал. Банши стреляют очередями. Батарея Шквал с каждой атакой выпускает несколько ракет подряд. Таким образом, Банши может поражать кем множество противников одновременно. Это улучшение необходимых для успешных боев с плотными группами наземных целей. Тактические стрибютили АХ-Г-24 Банши были сконструированы военными инженерами Домиона для подавления восстания колонистов. Благодаря маскировке и высокой маневренности, они быстро доказали свою эффективность при ведении боев в больших и малых поселениях и вскоре стали также использоваться в столкновении с зергами и протосами. Возможно, это все, что хотели сказать. Генератор маскировочного поля ДН-51 является одним из наиболее сложных приспособлений в арсенале Доминиона. К сбитым Банши высылают специальные команды, которые должны извлечь генераторы или уничтожить их. И тем не менее, мы их как-то умыкнули. Так, ну и ковид-компания. Ой, ковид-компания. Почему я все время ковид-компания с мостиком путаю? Сэр, к нам поступил вызов с Буцефала. Принц Валериан хочет поговорить с вами. Ах, командир Рейнер. Думаю, нам нужно обсудить детали высадки на чар. Давайте... Опасную игру ты затеял, мальчик. А в чем тут твой интерес? Джим, я думаю, что нам... Понимаю, почему отец хочет убить вас. Я задал тебе вопрос. Все хотят знать, смогу ли я править Доминионом так же эффективно, как отец. Но мне нужно большее. Я хочу доказать, что я лучше его, как император и как человек. Это не так уж трудно. Если я смогу остановить чудовище, убившее миллиарды людей, и превратить его в человека, объединившись для этого со знаменитым преступником Джимом Рейнером, Другого доказательства мне не потребуется. То есть, я для тебя просто подручный инструмент. Если в результате вы получите то, чего хотите, вам не все равно? Думаю, ты прав. Прагматичный подход. Сэр, я вынужден поставить под сомнение объективность вашего решения. Этот союз явная ловушка. Я знаю, что делаю, Мэтт. Верь мне. Мы почти выиграли войну с Менгском. Если мы сейчас отправимся за королевой Клинков, все пойдет на смарку. Это гораздо больше, чем победа над Менгском. Мэтт, если мы одержим победу на чале, мы спасем миллиарды жизней. Миллиарды. Менгск подождет. Я на это не подписывался. Ты согласился выполнять мои приказы? Если тебе что-то не нравится, проваливай с моего корабля! Сэр. Такое ощущение, что... Косячок логализации здесь с интонациями. Но поскольку я ни разу не видел оригинал... Ты хорошо подумал. Ты ведь знаешь, Менгск охотится за твоей головой. Стоит отвернуться, и он ударит в спину. С Менгском я как-нибудь разберусь, Тайкус. Просто не подставляйся, друг. Это все, о чем я прошу. Я сказал, я справлюсь. Если не хочешь участвовать, забирай свои 30% и убирайся. Ну что ж... Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одно из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе. А может, на них напали протасы. Джим, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Гавань уже близко, но сигналов от... Сэр, на орбите флот протасов. Они блокируют сообщения с колонией и, похоже, приводят орудия в боевую готовность. Джим, остановите их. Мэтт, соедини нас с протасами. Посмотрим, как они настроятся. Эн-Тара-Тасадар, Джеймс Рейнер. Я вершитель Силендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах передайверов. Эн-Тара-Тасадар, Силендис. Послушайте. При всем уважении я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протасам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейнер. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейнер. Мы ждем твоего ответа. Ну, на самом деле, для меня-то выбор очевиден. Но я не могу не ответить, что здесь у разработчиков не знаю, как правильно назвать эту систему. Безошибочная, что ли. Потому что так или иначе, мы действуем условно-корректно. Потому что если мы защищаем колонию, ну мы именно что ее защищаем. Спасаем колонистов. Если выбираем уничтожение, мы ликвидируем очаги заражения. Но, правда, считаю, что мы одновременно с этим губим всю колонию в целом. Но, как сказал. Я не собираюсь смотреть, как вы выжигаете целую колонию, Селендис. Пока есть надежда, мы будем сражаться. Тогда я почту за честь сразиться с тобой. У тебя прекрасная репутация командира. Надеюсь, ты оправдаешь ее. Спасибо, Джим. Спасибо огромное. Что бы ни происходило на гавани, мои люди не заслужили смерти. Мы справимся с вирусом. Я найду лекарства. Джим, протасы приближаются к колонии. У нас нет никакой защиты от их оружия. Придется взорвать этот воздоятель, пока протасы не сожгли всю планету. Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздоятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения, одно за другим. Ты совсем не извинился, ковбой. Бросаешься, чертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут и по земле шагать. Гениальное изобретение. Джим, воздоятель черпает энергию из протаских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим нексусы, а потом и воздоятель. Не волнуйтесь, Риэль, мы их остановим. Тихая гавань. Так, сюда. Сюда. Я вычислил местоположение протаских нексусов, которые питают читы-воздоятели энергией. Необходимо разрушить их, прежде чем начинать обстрел корабля. Его пугаешь! Так, насчет... Кто в короле... Короля... Корабля не знаю. Блин, вот не знаю, где лучше поставить. Ладно, здесь. Здесь. Часть колонистов не успела добраться до нашей базы. Протасы нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. А? Саделай... Мы готовимся, как можем. Готов к трансформации. Принято. Но, как говорится, не все сразу. Давай, удиви меня! Конечно! Пристройка завершена. Так, сколько он там? Нормально. А, вот и мы. Что? До себя? Так, защитники здесь. Нужно ли нам дополнительный газ? Ворона нам здесь не потребуется. И да, все-таки викинги поудобнее миражей, потому что миражам требуется дополнительная пристройка, а викинги даже через реактор работают. Я вижу воздоятель. Он направляется к базе колонистов. Даешь разлай. Есть бой передовой. Да е-мое. Потому что я их так путаю. Так, пока что спрятались. Не уверен, что... Сумеем. Маловато нас сил. Так, в сторонку, увы. Сюда. Понял. Мы заметили. А, все. Так, ну думаю, это уже более-менее хватит. По крайней мере, пока что. Если что, просто ищу авиацию вражескую. База атакована. Да, ладно, думаю, продержится там сами. Так и приземлились. Вперед, в победе! Ракат! Ладно! Угу, все-таки есть это особенность. Не зря искал. Отойди, созданный, блин, для битвы. Так, я самое главное забываю их создавать. Нексус уничтожен. Идем к следующему. Нужно остановить этот корабль. Так, отходим. Вы снова сюда. Требуются дополнительные хранилища. Ммм, так, минуточку. Хранилища нужны. Сэр, я засек энергетический скачок. Воздаятель готовится к выстрелу. Требуются дополнительные хранилища. Да работаем над этим, работаем. Так, собрались, собрались, собрались. Так, не уверен, что этого хватит. Где у нас эта штуковина? Вернуться не забудь. Командир, отряд протасов направляется к кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Понятно, понятно. Так, а почему у меня они неровные такие? Ладно, с этим разберемся чуть позже. Это по мне. Вперед, к победе. Я не продержусь в одиночку. Ты не в одиночестве, не надо мне тут. Спасибо, рейдеры. Мы полетели. А как же? Колонисты эвакуировали первое поселение, находящееся на пути воздаятеля. Во время эвакуации колонисты бросили свои запасы ресурсов. Мы можем использовать их. Вертикальный взгляд. Так. Обратно. И опять я забываю. Скорее в атаку. Хорошо. Принято. Блин, надеюсь, я не пожалею о том, что я не отправил их ремонтироваться. Хорошо. База атакована. Что происходит? Бойки видовой. Вперед, к победе. Это по мне. Так, тут у меня есть наземная, да, получается? База атакована. Все нормально. Все нормально. Приказ получен. Непременный. Вот шуфурты, гата. Никто не верит. Ракаска. Кто тут опять? Давай, вери. Он создан для битвы. Да-да. Готов к трансформации. Вперед, к победе. Да блин. Нет предела, без предела. Стаешь на свой. Двух потеряли, да? В бой или домой. Отлично. Еще один Нексус уничтожен. Не давайте им собрать силы. Смело. Ха-ха. Неприметно. Это по мне. Хорошо. Даешь разбой. Ладно, давайте отремонтируйтесь. Протесы добрались до следующего поселения, сэр. Даешь разбой. Блин. Технически вы их могли не потерять, если бы я не забыл, что шагоходы можно бить с воздуха. При том, что, блин, на миссии по защите, там же по ним турели били, но совсем... не обратил на это внимания. Ну, в смысле, тогда я это заметил, даже сказал, что это забавно получилось. А тут как-то вылетело из головы. Что даешь разбой? Все, все? Хорошо. Побежали. Нормально такой поселенцев арсенал стоит. А, здесь бар. А, ну казарма. Короче говоря, у каждого свои приоритеты. Так, стоп. А как нам тут обойти? Скорее всего, здесь опять же... Временные пилоны? Нет. Готов к трансформации. Ага. Нет, плохо. Ага, а дальше никогда. Приполз, гад. Ну хорошо, по крайней мере, выяснить, что вокруг все спокойно. Ой, нет, 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 нифига. Дальше энергии зашкаливают. Протосы готовятся к уничтожению второй базы колонистов. Поняли, поняли. Мы тут недалеко, поэтому обходим стороной. Да ё-моё. Непременно. Никто не вечен. Так, ты назад. Я создан для битвы. Требуются дополнительные хранилища. Не достаточно минералов. Так, ладно. Так, почему я не удивлён. Так, ну потопали. А как же? Ага. А, у них, блин, ещё могут не восстановиться. Обнаружено эскадрилье протосов. Она направляется к поселению колонистов. Принято. Ладно. Вперёд, к победе! Приказ получен. Никто не вечен. Непременно. Что-то, видимо, память меня подводит. Потому что я был уверен, что они не восстанавливают вот эти вот сломанные пилоны. Так, назад забыл подобрать. Приказ получен. Ладно. Это по мне. Или я здесь не сломал. Вперёд, к победе! Война. Я создан для битвы. Улучшение завершено. Так скажешь. Ха! Чего пугает? Прокос, трансформация есть. Даёшь разбой. Хорошо. Ха-ха! В бой или домой? Никто не вечен. Принято. Смело. Приказ получен. Ладно. А как же? Война на бороде. Даёшь разбой. Этот включён. Это по мне. Они почти добрались до следующего поселения. Торопитесь. Пытаемся. Пытаемся. Принято. Смело. Вперёд, к победе. Это по мне. Люди, это пипетка воздушная. Не закручили. Непременно. Непременно. А как же? Даёшь разбой. Ха-ха! а щиты воздаятели отключились пара нанести удар идем только вот сейчас он отстреляется так сказать война на пороге а стоп он долго готовится да давайте пробовать им воспользоваться пипец он конечно прочный пипец Талантливый командир, Джеймс Рейнер. Надеюсь, что твоя вера в колонистов окажется не напрасной. Ладно, так или иначе. Девушки отдыхают. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протосы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Я выручал их несколько раз. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете, а ведь вы могли бы остаться? Освоиться, начать всё сначала? У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джеймс. Не настолько.